Всем здарова, мои друзья! И сегодня я вам буду показывать и рассказывать о вот такой вот замечательной самоделочке по тематике Великая Отечественная Война. Эта самоделка называется «Окружить и уничтожить». Ну что ж, приступим к обзору. Эта самоделка представляет из себя немецкие траншеи и советских солдат, которые окружили эти траншеи и сейчас пытаются их захватить любой ценой. Ну что ж, приступим к обзору. Начнем мы обзор этой самоделки с этой его части. Здесь, можем заметить, находится вот такой вот камень, за которым спрятался советский солдат. В руках он держит ППС и активно обстреливает немецкие позиции. Перед камнем, мы можем заметить, лежит труп советского солдата и рядом с ним лежит его винтовка. Также справа и слева от этого камня бегут двое советских солдат. Здесь, можем заметить, лежит еще один мертвый советский солдат. И чуть дальше от него, мы можем заметить, бегут еще трое советских солдат. Одного подстрелили и он сейчас падает, но другие бегут к этим окопам. Здесь, мы можем заметить такую вот воронку от снаряда. И в этой воронке сидит советский командир, в руках он держит револьвер. И также рядом с ним сидит советский солдат, в руках он держит ППШ и обстреливает немецкие окопы. Также на этой части лежит труп советского снайпера. Его убили в голову и рядом с ним лежит его винтовка Мосина. На этой части мы можем заметить, падает вот такой вот солдат. В руках он держит коктейль Молотова. На этой части мы можем заметить еще одного советского солдата. Он остановился и стреляет из своей винтовки по немецкому пулеметчику. Перед ним, мы можем заметить, лежит еще один труп советского солдата. И еще один боец сейчас падает на землю из-за того, что его пострелили. Также, чуть дальше от этого всего, мы можем заметить, бегут еще двое солдат. И рядом с ними лежит такой вот убитый боец. Чуть дальше мы можем заметить вот такие вот кусты, за которыми спрятался один из советских солдат. Рядом с ним лежит его винтовка. Но он ворачивается от взрыва гранаты, которую сам кинул вот в этот вот окоп. И здесь можем заметить сам взрыв и двое немцев, которых убило этим взрывом. Один лежит на бортике окопа весь в крови, но другой до сих пор летит в сторону. В общем, летит. На вот этой вот части мы можем заметить вот такого вот немецкого солдата. В руках он держит винтовку и он также уворачивается от взрыва гранаты. Чуть дальше мы можем заметить немецкого пулеметчика, который покрывает огнем территорию, которая находится перед ним. И рядом с этим пулеметчиком стоит немецкий солдат и в руках он держит МП-40. Здесь можем заметить огневую точку вот такого вот реактивного миномета. Также рядом с колесом этого миномета лежит вот такой вот гранатомет. Также за этим реактивным минометом мы можем заметить находится вот такой вот деревянный ящик со снарядами. И в этом ящике лежат две минометных мины. Также в углу рядом с этим ящиком стоит крышка от этого ящика и на нее оперта вот такая вот винтовка КАР-98. Также вот здесь на углу мы можем заметить лежит, точнее сидит немецкий солдат, которого пристрелили. И рядом с ним лежит люгер. Здесь можно заметить такой вот поворот куда-то вдаль. И здесь стоит двое немецких солдат. Один держит в руках МП-40, а другой СТГ-44. Также вот здесь в углу мы можем заметить такого вот медика, который прикрыл голову руками и сейчас бежит помогать раненым. Ну что ж, мои дорогие друзья, сегодня я вам показал вот такую вот замечательную самоделочку по тематике Великая Отечественная Война. Если вам эта самоделка понравилась, то ставьте обязательно свои лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok